Плиты перекрытия – это одна из важнейших составляющих каркаса любого здания. Сегодня мы рассмотрим два типа перекрытий – сборные и монолитные. А именно, как они армируются и почему. Поехали! Начнем со сборника. Сборные железобетонные плиты – это изделия заводского изготовления. Они работают по простейшей схеме с опиранием на две стороны. Они перегрывают пролеты от 2 до 9 метров. Обычно плиты до 4-5 метров с обычным армированием. А с пролетами выше этих величин – уже с преднапряженным армированием. Зачем преднапрягать арматуру? А это банально уменьшает расход арматуры, так как ее диаметры можно делать меньше за счет того, что сталь прочнее преднапрягаемая, и уменьшает прогиб плиты за счет этого самого преднапряжения при изготовлении. В общем, много плюсов. Сборные железобетонные плиты изготавливаются пустотными. Это уменьшает расход бетона и облегчает саму плиту. Пустоты бывают круглыми или иной формы в зависимости от завода. Принципиальной роли в форму пустот не играет. Сбоку плит делаются специальные рельефные поверхности, для того, чтобы при установке плит рядом друг с другом зачеканить зазоры между ними бетоном. И он после застывания образовывает замок, не дающий плитам между собой по-разному прогибаться, если будут разные нагрузки на них. Обеспечивает, так сказать, монолитность перекрытия. Основное армирование плит идет нижней арматурой. Она, как мы выше говорили, либо обычная на небольших пролетах, либо преднапрягаемая при больших пролетах. Дополнительно, как конструктивную, ставят сетчатую арматуру в приопорных зонах. И, конечно же, для сборных плит обязательно устанавливаются монтажные петли, иначе как ее монтировать? Монтируют ее краном. В основном они двух видов, либо открытые, либо в теле плиты и не выступают за ее габариты. Как мы видим, сборные плиты имеют одну особенность. Из них проблемно сделать сложные геометрические, а тем более лекальные формы перекрытия. Для них нужны балки, на которые они будут опираться, или стены. Кстати, как устроить в сборных плитах перекрытие проемы, мы подробно рассказывали в ролике, ссылку на которую вы видите в правом верхнем углу. Обязательно смотрите, так как мы даем несколько методов устройства проемов прямо в плитах заводского изготовления. Так вот, для того, чтобы сделать в здании сложные геометрические перекрытия с многочисленными проемами и сгибами краев, опирания без балок и стен, нужно уже применять монолитный железобетон. Именно он дает почти полную свободу полета мысли архитектора и инженера по геометрии, и мы сможем избежать установки балок и дополнительных стен. Принцип армирования подобных перекрытий основной такой. Плиты армируются двумя фоновыми сетками из минимальной арматуры. Сетки устанавливаются в отличие от сборных плит и внизу, и вверху. Обычно сетки одинаковые. Это делается потому, что плиты имеют неразрезную схему работы, и растяжение и сжатие в разных местах у них происходит и в верхних, и в нижних зонах. В нижних зонах в середине пролетов между колоннами, а в верхних зонах над колоннами или над стенами. Именно в этих местах обычно необходимо ставить дополнительные зоны армирования, воспринимающие эти самые растягивающие усилия. Такой подход дает максимальную экономию арматуры в перекрытии. Мы не переармируем основную часть плиты и ставим дополнительную арматуру только там, где она нужна. Просто и эффективно. Точно так же просто организуются проемы в плитах. Вокруг проема ставится просто дополнительная арматура конструктивная, и проем без проблем работает. Однако, кажущаяся простота армирования иногда усложняется тем, что в опорных местах нужно ставить дополнительное усиление от воздействия поперечных сил, иначе возможно разрушение перекрытий. Они будут просто проткнуты колоннами. Как этого избегать и как конструктивно обеспечивать надежность, мы говорим в других наших видео на тему поперечного армирования плит перекрытия, а также устройства специальных капителей. Смотрите по ссылочкам, которые вы видите на экране. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео о проектировании конструкции. Жмите колокольчик уведомлений и пишите в комментариях ваше мнение по теме просмотренного видео. Всем надежных конструкций и проектов. Всем пока!